Здарова, дорогие друзья, с вами Булкин и добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы поиграем в, я не побоюсь этого слова, одну из самых ожидаемых игр 2020 года. И знаете, я предполагаю, честно говоря, что многие точно так же, как и я сам, особо не ждали эту игру в том плане, чтобы играть в неё на постоянке, чтобы там вот летать, для чего она собственно создана. А многие ждали её для того, чтобы на неё посмотреть хотя бы, потому что когда анонсировали эту игру, многие такие, чего? Смысли? Смысли? То есть типа можно посмотреть там типа, то есть, ну как бы, чтобы вы понимали, здесь воссоздана карта мира. Сделано это, конечно, в большинстве случаев при помощи там Google Maps, Google Earth и так далее. Но масштаб один к одному. Такого я не припомню нигде. То есть реально масштаб один к одному. Плюс ко всему, каждое здание, ну практически каждое здание в каждом городе-селе должно быть воссоздано в этой игре. И этот факт, честно говоря, немножечко как бы вот так вот делает. И я, я вам честно скажу, я потратил 8600 рублей, чтобы, скорее всего, записать только лишь одну серию и посмотреть на это всё и показать вам. Потому что я не увлекаюсь пилотированием, да. Хотя в своё время я играл Microsoft Flight Simulator X, когда-то очень давно, у меня даже был джойстик. Но сегодня у меня геймпад Xbox-овский и как бы Microsoft Flight Simulator 2020. Друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Поддержите лайком, потому что, сразу скажу, для тех, кто увлекается, разбирается в самолётах, вы, скорее всего, ничего интересного и полезного не увидите. Это больше будет интересно таким же, как и я, который особо, ну, ну, как бы, кто-то далёк от этой темы и не особо увлекается. Просто посмотреть, что и как, что же это за шедевр. Чтоб вы понимали, эта игра грузит вот эту всю херню из облака. И всё, вес полноценной игры был бы 2 петабайта, блядь. 2 петабайта. Это 2000 гигабайт. Ой, терабайт. Блядь, чё вообще, что? Оооо, я, то есть, звучит как пиздец, да? Поэтому надо посмотреть, друзья, в любом случае. А вдруг сейчас я как увлекусь и буду, блядь, на геймпаде летать в итоге. Всё, нажимаем любую клавишу. Итак, минус, сразу, блядь, отругаю эту игру. И соглашусь со многими, потому что я читал отзывы. Блядь, это реально пиздец. Я покупал конкретно игру не в Steam, а в этом, фу, блядь, не Xbox Live, а этот, ну, как он, Microsoft Live, вот этот, блядь, ну, этот магазин, где Forza вот продаётся и всё такое. Я решил купить её там. И, блядь, сразу минус. Значит, я покупаю с помощью Steam, либо же, опять же, вот этого Microsoft-овского, Windows-овского маркета. Игра скачивает всего лишь один гигабайт. После этого вот появляется это окно. Сейчас он мне напишет, что у меня всё окей, потому что... Здесь сделан, как бы, типа, лаунчер, и ты потом должен скачивать 95, сука, гигабайт с помощью вот этой хуйни. Здесь скорости нет, я скачивал это несколько дней, и многие на это, как раз-таки, ну, многие не понимают, зачем надо было так делать. И плюс ко всему, есть же фишка ещё возврата игр. В Steam, по-моему, это присутствует. И многие, типа, негодовали в том плане, что, как бы, игра-то, получается, Steam засчитывает, что я нахожусь в ней. Но я, блядь, даже в неё не попробовал поиграть, и пока я скачаю всё необходимое, всё, уже вернуть игру невозможно. То есть, как бы, такое вот. Так, ещё я слышал, что игра выдаёт 20 фпс, даже на мощных копах. Я не знаю, что будет у меня. Ультра, далее. Так, первый запуск, друзья. Подгрузка спутниковых данных без подгрузки. Конечно, с подгрузкой. Это вот такая разница будет? Не, конечно, даже на правой этой самой выглядит как пиздец, но... Как бы... Нет, я готов грузить всё. У меня теперь... Если у вас лимитированная, вы можете ограничить... Не-не-не, всё заебись. Это раньше было плохо у меня с интернета. Сейчас всё нормально. Так, вы... Ага. Угу. Мы определим вашу... Так, ну, мне как бы... Так, ну, всё определил. Настроить можно? Не, давайте я оставлю по умолчанию, как бы. Я думаю, что я разберусь как-нибудь. Пилотирование, помощь... Я не знаю. Значит, сразу, да, опять же. Я вот, например, думал, что именно в Microsoft Live Simulator 2020 наконец-таки добавят хотя бы какие-то разрушения. Но игра как бы не создана для того, чтобы устраивать тут какие-то авиакатастрофы, естественно. Но, как бы, друзья, факт остаётся фактом, что в игру никакие повреждения, разрушения не были добавлены. То есть, опять же, при крушении самолёта это, опять же, чёрный экран, как это было раньше, как я понимаю. Как бы, вот, в принципе, всё. То есть, ничего там, никаких там повреждений, никаких... Каких-то там... Ну, то есть, не может деформироваться самолёт вообще, в принципе, и объекты, окружающие вообще в мире. Так, значит, лётная школа, учись здесь летать. Честно, мне интересно, блядь, Питер посмотреть просто и всё, блядь, и выйти отсюда. Потому что, как бы, я точно так же мог с таким же успехом зайти просто бесплатно на Google Maps и посмотреть, конечно. Но я хочу посмотреть это здесь. Карта мира, отредактировать свободное создать полёт. Короче, похуй на лётную школу. А чё звука нет? Он вообще присутствует в этой игре? Нет, как бы, что со звуком-то? Чё-то я не пойму. Такое ощущение, что его нет. Всё, теперь он есть. Значит, так, чё мы можем сделать-то в итоге? Наверное, чё подтвердить? Так, 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 добро пожаловать. Короче, карта мира. Я выбираю карту мира. А чё, нельзя? В смысле, что? Ну. Я понял, ладно, я могу нажать и так, как бы. Мне не сложно. Так. Значит, а, а, ещё, кстати. По-моему, ещё не работает, а может быть, уже работает. По крайней мере, когда игра только релизнулась, первые двое суток не был доступен онлайн, который есть в этой игре. Но, по-моему, если верить тому, что я слышал, онлайн будет настолько реалистичным, что, типа, вот я сейчас посмотрю за окно, у меня там, блядь, град хуярит. И, типа, в этом же месте будет хуярить град в игре. Ну, то есть, типа, вот, как бы, вы понимаете, да, полностью. То есть, погода, время суток, всё вот это. Сезон, я так понимаю, тоже. Ну, то есть, это, конечно, звучит как пиздец. Я просто представляю, вот, представьте, вот мы с вами, ну, я думаю, что, как и я, моя большая часть аудитории увлекается тачками. Представьте, выходит просто игра, где один к одному мир, и это, блядь, гоночка какая-нибудь. Я бы, блядь, охуел просто! И там, блядь, вот такой был бы онлайн, то, что, блядь, я приехал в свою деревню, ебать, тут, блядь, снегопад, чистишь дороги, да, то есть, ну, помните, все в детстве об этом мечтали. А то есть, понимаете, сейчас, насколько кайфуют те, кто реально играет в авиасимуляторы. Я просто даже, я реально вам, пацаны, завидую, потому что вы получили то, о чём мечтали. Вы ждали этого, блин, 14 лет, по-моему, не выходила никакая часть Microsoft Flight Simulator. X-Plane же ещё есть, да, авиасимулятор, но, честно, у него, по-моему, даже не играл, честно, не помню. Блядь, понять бы, где, что, чё, Сиска Таун, Соска Таун, Рейдж, я не знаю, где это, блядь, чё-то непонятная карта. Сейчас день, значит, это чё, бар? Где я? Где Питер? Подождите, подождите, у меня это, я, конечно, на уроке географии, у меня есть рубрика, но, как бы, это самое, чё-то сложно на шарике-то, вот, а, вот где-то здесь, наверное. Женева, вижу. Так, 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 подождите, уже, уже близок, я был близок, я был близок к Барселону, вижу. Ага, Дюссельдорф, Гамбург. Блядь, где Питер-то? Вига, Пулково, блядь, во! Всё, то, что мне нужно. Гори... Чего? Чё? Это, это, блядь, они настолько запарились то, что здесь не только есть Пулково, а все, блядь, мини-аэропорты, которые вообще... Чего? Щеглова? Это все мини-пиздюшные... Ээээ... Горская, да? Блядь, Кронштадт! Пулково! Ладно, давайте Пулково, выбрать точку вылета. Я полечу в Кронштадт, блядь! Выбрать точку прибытия. Ээээ, 21 миля, да, это, я не знаю, блядь. Три минуты лететь? Ну, похуй, нормально, полетели. Момент истины, друзья. Прямо сейчас я гружу уже, соответственно, то, что... А как летать я вообще в душе не ебу. Это совершенно не важно, на самом деле. Потому что я хочу посмотреть на Пулково, я хочу посмотреть на Кронштадт, хочу посмотреть на Лахта-центр. Вы можете отправиться в любую точку планеты. Вот игра... Блядь, это просто шедевр, нахуй, реально! Это реально шедевр! Это просто, ну... Вот я, я серьезно, я, я просто до сих пор у меня как бы в голове не укладывается. Это реально такой, знаете, ну... Ну, есть такое, знаете, когда выходит там новая часть чего-то, там говорят Next Gen, да, вот это вот модное слово там. Но это не Next Gen, это какой-то Next пиздец, реально. Потому что это прям level up, я считаю, что вот по всем параметрам. Как бы, по сути, сама система банальна, да, если она действительно подгружает все из облака, и как бы воссоздано все, конечно, просто за счет карт со спутника, которые берут... Точнее, карты, которые построены... Ну, короче, вы поняли, со спутника изображения. То, как бы, по сути, ничего такого. Ну, бля! Это, по сути, первая игра, которая на практике это все использовала. Поэтому это уже как бы звучит как пиздец. Так. Видимость заебись 16-16... Бля, время... Время такое же! А погода реально соответствует? Ну, сейчас солнце ебашит. Что-то пиздит, блядь. Дахер ТБМ 930 у меня. Я не знаю, что это за дахер, блядь. Ну, бля, слушайте, выглядит прикольно. Скажу так, у меня ультра, да, стояло 42 FPS у меня. Ну, по крайней мере, это не 20. Блядь, картинка, конечно, пиздецкая. Я просто помню Microsoft Light Simulator X, который, вот он, по-моему, 2006 года. Там, как бы, знаете, ну, выглядело все... Ну, я просто... Мне тогда казалось, что там выглядело все неплохо, но я представляю, что было бы... Ебать. Э. Э. Вот сейчас шутки шутками, но, как бы, 32 FPS, пацаны. Установлено стояночный тормоз. Так, Y и B, чтобы убрать. Убрал. Игра подсказывает. Так, а можно как-то... Подожди, что тут можно сделать? Переместиться. Карта. Погода. Август 21, 16, 17. А, вот, можно поставить реально, то есть то, что сейчас. Молнию можно ебануть. Сто процентов. То есть я могу, в принципе, сам настроить погоду. Бля, управление Root Plus. Что такое Root Plus? Я не знаю. Подожди, подожди, лететь это... Лететь это пока не так важно. Так, основное управление. Чек-лист, как у камера. Кабина внешняя. Бля, ну так-то, пацаны, да. Я не знаю, конечно, как сейчас... Вот, просто напишите, пожалуйста, кто играл. У кого ПК средний или слабый. Просто я сейчас вот как бы наблюдаю на 40 FPS. Как-то мне больно, на самом деле, на моем ПК видеть такие цифры. Просто я как бы, я понимаю, что у меня был просто мощный ПК. Тысяч за 200, например, да? Но, учитывая мой ПК, я думал, уже 60 стабилити будет, как бы. А тут как бы так. Ну, слушайте, ну, как бы неплохо, да. Выглядит все пиздато. Что, будем пытаться лететь-то, нет? Тут просто есть же камера. Просто можно полетать. Погода. Так. Карта. Ага, вот это карта. Ну, карту можно вывести, в принципе. Переместиться. Это в плане... Что, блядь? А, я могу, типа, переместиться по... А, чтобы не взлетать, я могу... Ну, куя тут всяких, блядь, фишек. Топливо. Так, короче, я предположу, что просто... Газ по... А, нет, это влево-вправо. Так, а как газ? Что там, плюс? Прямо на клавиатуре, что ли, нажать плюс? Не, хуйня, мне кажется. Так, это просто камера. Ой, что-то сделал. Какие-то флэпсы по... Управление мощностью root... Что такое root плюс, блядь? Root плюс, это что за клавиша, блядь? Кто-нибудь понимает, что такое root плюс? По-моему, я полетел. Я нажал на А, сделал мощность... САТЭН! Ой, ребят, пожелайте мне, так сказать, приземлиться в итоге. А я, подождите, я что? 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 Я... А, так я... Подождите, а откуда я? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ребята, я лечу! Так, ебать. Так, немножко... Ну да, конечно, на геймпаде, конечно, такое себе. Так, газ-палас. Это уже хорошо. Так, подождите, это вправо... Ой, обаный в рот. Что-то немножко это самое... Штормит, штормит, пацаны. Ну тут это, как бы, облачка просто вот, как бы, гроза наступает, походу. Убрать шасси ЛС. А, ну все понятно, в принципе. Чего? Какие нахуй фантики? Какие фантики, блядь? Низ... низкий угол атаки. Чё-то... вибри... Чё надо, блядь? Закрылки F5. Какие закрылки, блядь? У меня, блядь, флотки все закрыты. Чё за хуйня? Чё за... чё он пишет, блядь? Какие-то, блядь... Где сфидометр, нахуй? Сколько там? 0,100. Высота... Горизон... Стоп, блядь! Не стоп, блядь! Всё нормально. Ага, очень удобно, блядь, вот так. Блядь, ну-ка, это уже Питер получается? А как я могу фрирумить там? О, блядь... Это, подождите, стоп, это Пулково в итоге, да, типа? Это Пулково. То есть, соответственно, Кронштадт у нас там. А это Питер! Так, подождите, а как я могу посмотреть более... Это самое... Бля, камеру бы отдалить как-то. Можно это сделать, я не знаю? Может, на нумпаде? Не, нихуя не работает, блядь. Просто хочется как-то... Так-так-так-так-так, это реально Питер. Кольцо, кольцо, пацаны, кольцо! Кольцевая, блядь! Реально кольцо! Не, просто, по-моему, здесь есть фрирумная камера. Типа, можно просто летать, как бы, камеры. Но, типа, по-моему, конечно, интереснее это будет, если я буду лететь и смотреть на то, что происходит. Давайте попробуем, наверное, снизиться, чтобы видеть. Блядь, камера очень хреново управляется, поэтому я извиняюсь, что ее дрыгаю. Так, а как, подождите... А, вот, понижаю мощность. Главное не ебануться, блядь, сейчас где-нибудь. Так, это что за район-то? Так, я потихонечку приближаюсь к Ваське. Смотрите, каждый дом... Блядь, он так-то 42 фпс. Ну, такое, да, как бы, не максималочка, не максималочка. Смотрите, то есть каждая многоэтажка прорисована. Снизу, типа, ездят машины, но, как бы, понятно, что сама земля 2D-шная. То есть он сейчас реально все прогружает на ходу, я так понимаю. О-ху-е-ть! Строечка какая-то, смотрите. Так, ну-ка, я еще замедлюсь, пожалуй. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай хотя бы на 10% он полетит так. Летит. Так, это у нас, короче, порт. А ну-ка... О, вот так удобнее, мне кажется, чем курсором. Так, храм спаса на крови. То есть какие-то еще есть в каждом, ну, так скажем, относительно крупном городе, я так понимаю, есть воссозданные здания какие-то известные. То есть там я видел, что в Париже там Эфелева башня, ну, вот эта вот вся тема. А в Питере, походу, единственное, что сделали, это спас на крови. Наверное. Потому что, бля, реально Питер. То есть вот так вот, так вот, блядь, смотришь, немножко подфрезивает иногда, но в целом заебись. Так, ну-ка, подождите, а ЗСД у нас тоже есть. Да, вот у нас там Васька, вот она начинается. Так, вот-вот, вот у нас ЗСД идет. Там реально тачки по ней ездят снизу, охуеть. Ебать, что они сделали, блядь. Ну-ка, если попробовать сейчас, просто очень сложно, потому что я кручу зачем-то камеру с помощью... Блядь, какие-то здания не 2D-шные, какие-то, видите, вот тут порт, контейнеры типа 2D-шные. Ну-ка, я еще замедлюсь. Прям вот на 5% мощности мотора. Охуеть. Вот ЗСД идет. Это пиздец. Я реально лечу над Питером, вы прикиньте? Вы прикиньте? Так, а что у нас Зенит-арена где сейчас будет у нас? Так, вот-вот мы сейчас вот-вот это пролетим. Вот давайте... О, там Лахта торчит, вижу. Вижу, торчит Лахта. Слушайте, ну у меня какой-то пиздлявый, блядь, самолетик дали, блядь. Не какой-то Боинг, блядь, 747 или как они там называются. То есть такое, изи что-то, что-то изи. Ну как новичку, блядь. Так, ну вода, кстати, весьма... Вот вода, я так понимаю, воссоздана. То есть там, где реально на карте должна быть там 2D-шная вода, здесь она, сука, реальная. Очень пиздатая и очень... О, отдалил камеру, блядь. Курсу этим самым. Ебать красотища. Я ебу ту Люсю, а? Которая мне во вторник звонила. Просто. Это реально красотища. 34 кадра в секунду, пацаны. Смотрите, какие-то фуры ездят, смотрите, по ЗСД. Я лечу, пиздец, низко, конечно. Чё там, блядь, какие старт, блядь? О, а тут 2D-шная пошла, смотрите, хуякс. ЗСД почему-то превратилось в 2D-шное что-то. Блядь, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, вибрирует. Да не ори, блядь, не ори. Я смотрю Питер, блядь, чё ты орёшь на меня? Слушайте, ребят, ну это пиздец, ну согласитесь. То есть, грубо говоря, можно реально... Так, ладно, я мощность прибавлю, чё-то я падаю, походу. Блядь, я чё-то немножко реально в шоке, пацаны. А чё, чё, бензин что ли кончился? Чё он не хочет лететь-то? А, надо мощности было ебануть посильнее. Дом, блядь, чё тут делать дом? Чё-то не то прогрузилось, по-моему, ребят. Почему-то посередине ЗСД стоит, блядь, дом. Блядь, самолёт падает, какого хуя я не понимаю? Он реально падает. Чё за хуя, блядь? Да, блядь, я ещё не посмотрел. Да, блядь, мощность ебани навсюду, и всё. Да кто стар, блядь? Суперстар, блядь. Чё он орёт-то, не понимаю, на меня? Всё, полетели. Полетели, полетели, нормально, нормально. Всё, мощность, блядь. Он куда-то клюёт вниз теперь, я не понимаю, чё за хуя. Так, всё, залив. Финский залив, я лежу на пляжу, как говорится, да? Вон лахт торчит, я так понимаю. Ну-ка, 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 ну-ка. Блядь, реально всё. Ну, вон там вот зенит-арена, выглядит, конечно, так себе. Её не стали делать, какой-то вот просто строящийся, как будто ещё стадион. Так, а это лахта. Пацаны, вот лахта-центр. Так, это парк трёхсотлетия, получается, пляжик. Блядь, ну так вот, чисто, если, конечно, вдуматься, это пиздец. Всё равно. Слушайте, меня удивляет, что я, по крайней мере, летаю вообще. Лахту, короче, решили вообще не париться, и сделали, я так понимаю, вообще какой. Какой сделали лахту? Лахту сделали, блядь, квадратный какой-то. Хотя в отражении, блядь, торчит, это самое. Хотя в отражении торчит. Ну, короче, так себе, да, лахта-центр? Я вахую. Я просто вахую, реально. Ребят, тут произошло маленькое ЧП, так скажем, потому что у меня игра случайно свернулась, и момент, пока она сворачивалась, я её раскладывал, самолёт накренился вбок, и, собственно говоря, что-то пошло не по плану, чёрный экран, и, в общем-то, я появился здесь. Но, ребят, я, так как уже, ну, запись была прервана, я сейчас позвал Олю, мы с ней полетали по всему Питеру, посмотрели районы различные, и я вам скажу, знаете что, мы нашли деревню, где мы сейчас живём. Она здесь, блядь, даже есть. Это какой-то пиздец, конечно, она вообще нихуя особо не похожа, но, блядь, догадаться, что это она, как-то можно было. Я, честно говоря, был немножко сейчас потрясён. И я нашёл фри-камеру, в общем-то, она включается, на всякий случай тоже расскажу для тех, кто, возможно, особо и не хочет, может быть, даже так уж летать, а хочет посмотреть на это всё, если у вас вдруг игра есть, или вы планируете покупать, хотя, блядь, самая дешёвая версия стоит 5 тысяч, это, конечно, такое себе, мягко говоря. Ну, так вот, значит, нужно зайти в меню, сейчас, куда я заходил-то, блядь, тут столько всего, сейчас, как я это сделал-то? Подождите, по-моему, вот это, вот, нет, подождите, куда я зашёл-то? Карта? Не, не карта, переместиться, блядь, а чё я нажал-то? Я чё-то нажал, у меня появилась настройка камеры, я, причём, сейчас нахожусь в, как бы, фри-каме, но... Подождите, а куда? А, вот, блядь, камера! И, соответственно, здесь нужно выбрать демонстрация, и здесь можно настраивать скорость дрона, то есть, вот, например, на 100% ставишь, И просто вот так вот фигакс полетел. Конечно, иногда моментами есть какие-то мини-фризы, Потому что, опять же, игра что-то там грузит, прокружает постоянно, я так понимаю. Но, в целом, так можно, опять же, посмотреть, полетать, то есть, давайте, вот, например, сейчас залетим в центр, Посмотрим, чё там, как вообще, вот, по каким-то конкретным районам, но... С дорогами проблемы! То есть, сейчас мы полетали, минут, там, 10, наверное, посмотрели на всё это, то есть, моментами тут есть, как бы, вот, кольцо, например, выглядит вот так, То есть, вот, как бы, вот оно, да, кольцо идёт, немножко тут чё-то неровно. Но, ребят, учитывая, что, опять же, всё это берётся со спутника, на это обращать внимание, я думаю, что не стоит, И именно поэтому сложно сделать гонки, потому что в гонках, как раз-таки, важно не то, что наверху видно, А то, что видно, как раз-таки, находясь вот снизу и катаясь, поэтому, как бы, я думаю, что... Лет через 10, может быть, что-то придумается, и выйдет какой-нибудь, блядь, Need for Speed Race Simulator, блядь, 2030, я не знаю, И там будет настоящий полный мир, и, в принципе, больше никакие игры не нужны будут, потому что будет просто игра, в которой есть весь мир, и можно ездить на тачках. По-моему, это просто мечта каждого. Вот, короче, дома, да, дома какие-то, мы сейчас проверили, какие-то почему-то чуть-чуть, там, конечно, не похожи друг на друга, То есть цвета могут быть другие совершенно. По домам ещё есть нюансы такие, что, например, половина дома, например, идёт, типа, низ, низкого, вот, ну, как бы, он низкий, А потом хуякс, он посередине почему-то большой, то есть, опять же, это всё, смотря как с карт прогружалось, Вот, храм Спаса на Крови, соответственно, он, ну, весьма детализирован, хотя, мне кажется, тоже, хотя нет, я думаю, что они, как бы, занимались проработкой таких достопримечательностей, Которые, опять же, обозначены на карте специально, то есть, это уже не со спутника взятое изображение. Странно, почему они не стали Лахта-центр делать, но я думаю, что из-за того, что он ещё не достроен до конца, вот, и, как бы, можно было стадиончик, например. То есть, я так понимаю, в Питере реально, что ли, одна достопримечательность? Ну, в принципе, всё узнаваемо, то есть, вот, как бы, так, подождите, я даже сейчас попробую, блять, понять, где я нахожусь. Так, 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 сейчас, иногда сложно прям сообразить, что-то много слишком зелени, мне кажется, нет? Сейчас, подождите, давайте я выше поднимусь. А, ну, я на Крестовском сейчас нахожусь, вот Елагин остров, соответственно, вот набережная основная, опять же, она, скорее всего, будет сейчас кривая, То есть, вот, например, если в сторону Лахты ехать, ну, тут, как бы, да, нет, как бы, как такового ограждения, Ну, смотрите, вода-то, вода в нужных местах, и какая она? Она нормальная, не 2D-шная, она реально очень красивая, то есть, вот набережная, вот, выглядит примерно так. Косо, криво, неровно, какие-то, блять, дома встречаются, непонятные, вот такие маленькие стоящие, То есть, это, видимо, какие-то объекты на карте видны, и за счёт, ну, за место них поставили какие-то домики, ну, хотя бы так, Так, какие-то вот развилки, так, это у нас получается вот на ЗСД, ага, ну, вот как-то так, как-то так, то есть, вот, вот это, я, кстати, не знаю, Тут, по-моему, просто труба в этом месте, но почему-то она выглядит, блять, выше, чем Лахта-центр, если честно, Почему-то она прям выделяется очень сильно. Вот, ребят, это реально очень круто, то есть, вот я так вот сейчас прикидываю, так, это вот богатырский получается, Действительно, вот, примерно вот так всё вот эти дома соответствуют, то есть, реально можно найти свой дом, То есть, реально можно найти свой дом, я не знаю, вот, можно, ну-ка, попробуем, а, кстати, а что происходит на парашютной? Там сейчас активно застраивается этот район, это получается, вот, если я правильно сейчас лечу, Так, а что за дома такие, хуя себе, что за, что за дом такой, блять, я что-то даже особо не врубаюсь, где это? Так, а где парашютная? Вот, парашютная, да? А, ну вот эти новостройки, вот это всё было очень быстро застроено, и как бы здесь, да, действительно пустырь начинается. В целом, это реально круто, вот прям вообще, прям очень круто. Ну, давайте, ладно, вернёмся к самолёту, теперь последнее, что, в принципе, я бы хотел затестировать. Вообще, друзья, если вы поддержите лайком, можно полетать по разным местам, посмотреть, чё как, Может быть, даже поучиться летать, там, какую-то лётную школу пройти, она, походу, здесь есть. Значит так, кабина, а где я нахожусь? Я остался там же, да, всё нормально, внешняя. Ну, из кабины просто не такой, конечно, вид, особенно, когда я играю на геймпаде, ладно бы, у меня реально был штурвал тут. Так, всё, мы тогда оставляем так. Чё, всё? Ручной тормоз же я снял. Чё-то, блять, он не алё. А шо, блять, не летим мы? А как, блять, завести эту хрень теперь? Ай, блять. Что-то, что-то пошло не так, друзья, почему-то это... Я ставлю на соточку, но просто, как бы, сам энджин, блять, не работает ни хрена, а как завести, я даже понятия не имею. Как мотор можно... Вот, какие есть предположения, я даже не знаю, блять. Чё-нибудь зажать, блять? Сейчас я зажму так, что будет пиздец, я думаю, лучше. Страшные звуки. Наверное, я всё-таки перезапущу, будет проще. Так, ну что, попробуем сейчас сделать что-нибудь такое, знаете, экстравагантненько. Во-первых, мне интересно вот этот крен, который послужил к чему-то, тому, чего я не успел увидеть, потому что игра разворачивалась в этот момент. Я не думаю, что я успел упасть, потому что я вроде там высота была. Сейчас попробуем взлететь, то есть, в принципе, может быть, как-то эта хрень срабатывает, ну, наверное, автоматически, а может быть, её можно отключить, чтобы прям не было такой симуляции, как бы. Наверное, просто я взял настолько большой крен, что при нём, как бы, происходит что-то, наверное, не очень хорошее с самолётом. Тихо-тихо-тихо, так, шасси, как я сейчас вспомню? ЛС, во, всё, вспомнил. Ну, а чё они не убираются-то? А, всё, они медленно, это же, блять, не станет Андреас, точно. Они просто должны медленно убираться. Так, в итоге, отдаляю камеру. Не, ну, красота, красота. Ну-ка, смотрите, вот, допустим, блять, что-то пошло не по плану. Закрылки, блять, да я... А чё такое закрылки? Как чё-то там убираю? А чё такое вот это, кстати? Флэпсы. Флэпсы, непонятно, какие-то градусы меняются. Ну-ка, вот, смотрите, заваливаю. Бочка, блять. Не понял, блять. Я говорю, я... Я успел... А, всё-таки... Вот, 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 вот. Вот, вы подвергли воздушное судно опасным перегрузкам, и оно получило критические повреждения. То есть, видите, какая-то симуляция всё равно срабатывает, соответственно, просто чёрный экран, который почему-то появился не очень так уж прям сразу, но появился. И, соответственно, вот. Ну и давайте последнее, что попробуем сделать, это какое-нибудь авиакрушение. Сейчас просто взлечу и попробую, там, не знаю, приземлиться куда-нибудь. И посмотрим, кстати, дом. Считается ли, если я, например... Или я буду сквозь дома пролетать? Я думаю, что это важный момент. То есть, они имеют какую-то коллизию. Хотя коллизий, как таковой, здесь нет. Но, типа, засчитает ли игра, что я... Или именно падение об землю только будет считаться как крушение. Ребят, ну, блять, фантастически, на самом деле. Я не знаю, какие-то странные у меня прям впечатления. Но, реально, игра выглядит, согласитесь, ну, реально красиво. То есть, в целом, да? Так, всё, соточку хуярю сразу. Взлетаем. В принципе, мы можем проверить... Ну, хотя, ладно, Пулково, может быть, действительно, здесь здания проработаны. Потому что это, как бы, такая локация. Меня реально удивило... Чё-чё, что поворачиваю судно? Да всё нормально, блять. А, можно вот так хуя... Нихуя резко, блять. Так, да всё, взлетай по траве, похуй, нормально. Так, можно сразу шасси убирать. Так вот, у меня это самое... Чё я хотел сказать-то? А, а! Меня ещё поразило, реально, что, как бы, аэропорты сразу по дефолту... Я так понимаю, все возможные, блять. Если уж, блять, в Кронштадте этот заброшенный, грубо говоря, аэропорт есть, то... Я не знаю уже, как бы. В Янино там есть аэропорт. То есть, блять, я реально удивился. Они, конечно, маленькими точками, но они все рабочие. На них можно слетать от и до. И, как бы, реально, видите, пропорции ещё, самое главное, один к одному. То есть, да, выглядит что-то там некрасиво. Но факт остается фактом, что всё точно так же, как в реальной жизни. И это, конечно, просто как-то... Ну, мозг немножко не понимает вообще, что происходит. Так, ну что, ребят, попробуем. Значит, вот стоит там домик какой-то. Бля, как же резко камера крутится. Надо чувствительность как-то уменьшить. Я думаю, что можно это всё сделать. Вообще, гибкие настройки порадовали. И вообще, меня порадовало, что я смог взлететь на геймпаде сразу просто. Потому что, учитывая, что это всё-таки самолёт, здесь, как бы, дохуя всяких штук надо делать. И, как бы, а я полетел сразу. Ну-ка, вот дом. Я думаю, что... Бля, что нахуй произошло с ним? Блядь. А, то есть, типа, это не крушение, да, сейчас было? Он реально имеет коллизию, вы прикиньте? Я, по-моему, падаю, но каким-то ещё чудом лечу, поэтому я попробую ещё затестировать. Вот этот дом, например. А, то есть, как бы, первый раз рикошет, да, произошёл такой? Ребят, дома имеют коллизию. Это для меня тоже, на самом деле, сейчас... Я сейчас удивился, потому что, ну, вы понимаете, да? Дома, взятые со спутников, да, они там 3D-шные, как бы, круто соответствуют. Я думал, они реально будут... Я бы не удивился, если бы они были просто, как бы, ну... Прозрачными, типа, насквозь можно было их пролетать. А оказывается, нет. Короче, это пиздец, реально. То есть, я, как человек, который всё-таки играл в прошлый Microsoft Flight Simulator, который особо-то не играет в такой жанр и, как бы, понимает... Вот я реально, я ещё раз повторю, я реально завидую просто тем, кто реально любит авиасимуляторы, летает там на постоянке, у кого есть штурвалы. Пацаны, вы сейчас можете прочувствовать, блядь, всё, наверное. Вот реально всё, потому что это реально круто. Ну, как-то так. Так, наверное, на этом мы будем заканчивать, друзья. Огромное спасибо всем за просмотр. Ну, в общем-то, всё будет зависеть от ваших лайков и комментариев. Если захотите, то ещё что-нибудь отснимем, потому что, ну, раз уж я укупил эту игру, блин, за 8 хрен с хреном тысяч рублей, то можно хотя бы там лётную школу, может, попробовать. Хотя на геймпаде, наверное, это будет так себе, но тем не менее. Поэтому, друзья, подытожу и скажу, что игра меня действительно удивила. Она очень красивая, очень много всяких фишек. Опять же, мне, как человеку, который в этом не разбирается, сложно об этом сказать. Но то, что даже я увидел, мне, честно, очень даже... А, подождите, то есть, если, типа, я не нажимаю, можно лететь, он, типа, сам сейчас полетит, как демка такая будет, или что? Понимаете, да, от мелочей, там, от погоды, от всего этого, вот это всё через онлайн как-то синхронизируется. Это реально круто. В общем, ребят, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если вы впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья!